Имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Слава нашему Господу! В эти дни было обилие Божьего Слова. Были молитвы, были псалмы, и в этом служении, я думаю, мы все скажем, слава нашему Господу! Остается нам, братья и сестры, поблагодарить нашего Бога, Который еще даровал нам в этом году собраться на этом месте, хвала Ему! И хотелось бы, чтобы эти служения наши не прекращались, не останавливались, чтобы мы могли и на следующий год собраться, иметь такие благословенные служения, но мы не знаем. Пока Господь продлевает еще милость, я прочитаю два места, и мы будем идти к молитве. Мы уже много слышали, особенно молодежь. 2 Тимофею, 3 глава, 14 стих. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. И книга Езекииля, 7 глава, 25 стиха. Идет пагуба, будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедою, и весь завестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Братья и сестры, Библия говорит, и узнают все деревья полевые, что я Господь. Говорит, я высокое дерево понижаю, я низкое дерево повышаю, я, говорит, зеленеющее дерево иссушаю, и сухое дерево я делаю цветущим, ибо я, Господь, сказал, и я сделаю. Такого Бога мы имеем. Я думаю, эта тема, которая в эти дни звучала, она, знаете, необходима нам. Мы живем с вами в такое время, когда много учителей. Но, братья и сестры, я хотел бы сказать, что апостол Павел, пиш, писая это послание к Тимофею, он был хороший учитель, и Тимофей был хороший ученик. Братья и сестры, сегодня нам нужны и Павлы, и Тимофеи, и их сегодня очень мало. Но я хотел, чтобы мы сегодня дорожили ими. Братья и сестры, дорогая молодежь, сегодня эти Павлы, они есть и в вашей церкви, они есть и в нашей церкви, и сегодня их очень мало, которые бы сегодня вам сказали, дали какой-то совет, которые бы сказали, поправь свою одежду, поправь свое хождение пред Господом, и они скажут вам правду, и вы дорожите ими. Вы цените ими, и вы любите их. Слава нашему Господу! И они сегодня, братья и сестры, необходимы нам, которые бы, знаете, сегодня сказали бы нам и подсказали, как нам дальше идти за нашим Господом и следовать за Ним. Но я, братья и сестры, в эти дни рассуждая, и сюда ехали дорогу, и много вопросов у молодежи, здесь смотрю много вопросов, не только мир, но смотрю, и христианский мир волнуется, и много вопросов. Я, знаете, вспомнил, есть это место, будут искать совета, будут искать ответ, будут искать то видение, будут искать Слово от Господа, будут искать и думать, как поступить и как дальше идти. Братья и сестры, и сегодня нам нужны такие учителя, где они? Было тяжелое время во время священника Илья, когда, братья и сестры, народ отступил от Господа, когда священник Илья, уже состарившись, имея также непослушных сыновений, обуздавал их, но там есть одно хорошее место, где написано «Отрак Самуил служил Господу». Слава нашему Богу! Тяжелое было время. Нет, они имели дома, они имели одежду, они имели все, знаете, для этой жизни физической, но там Библия говорит, слово было редко, видения были нечасты, но отрок Самуил служил Господу. Хвала нашему Господу! Я хотел бы всех нас призвать, какое бы ни было время дальше, какие вопросы бы перед нами не стояли, мы бы искали ответа, искали Господа, хотелось, чтобы мы служили нашему Богу. Мы поем такой псалом, без Бога не можем и жить, без Бога мы не можем любить, без Бога мертва вся земля, без Бога мертвы ты и я. Но с нами сегодня Господь, слава Ему! И я думаю, не зря мы приехали сюда, не зря Господь нам даровал эти два дня, что мы провели в этих служениях, и мы много слышали, и это все была теория. Братья и сестры, практика будет завтра, мы будем в дороге, практика будет, мы поедем на природу, там будет практика, мы будем в школе, на работе, в магазинах, где бы мы ни были, как брат уже говорит, останемся один на один, практика наша будет там, когда будем искать Господа, и Он сказал, ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко, ищите Господа в день и в ночи, и скажи, Господь, Ты мой Спаситель, Ты мой Искупитель, Ты отдал жизнь свою за меня, Ты пролил свою святую кровь, и сегодня много учителей, но в этот вечер хотел бы вас призвать к одному Учителю, к пастырю душ наших, к Иисусу Христу. И Библия говорит, ибо нет другого имени на земле, это только имя Иисуса Христа, и имя Господа крепкая башня, куда убегает праведник, и он безопасен. Хвала нашему Господу. Аввакум говорит, я услышал, и вострепетала внутренность моя, говорит, колеблется место подо мною, говорит, затрепетало все внутри, губы, все. Господи, как дальше быть? Но, говорит, я должен быть спокоен. Говорит, даже если смоковница не принесет плода, на виноградной лозе не будет того плода, не будет смог, не будет вес в загоне, говорит, а я буду надеяться на Господа, ибо Господь, Он есть сила моя, Господь, упование моем, Господь, крепость души моей, и что мне на земле, я ничего не хочу, одно хочу, Господь, чтобы Ты был со мною в пути, в дороге, при всяких обстоятельствах, да будет Господь с нами, слава Ему. Я хотел бы вместе с вами поблагодарить нашего Бога, уже мало осталось времени, я знаю, что устали эти дни, но одно сказать, Господи, помоги нам, в эти дни служить нашему Господу, уповать на Него, быть в общении с Ним, в Слове Божьем пребывать, в учении Его, Господь нас не оставит, а мы склоним колени, будем молиться, аминь. Слава Богу!